Давай как-то по-другому Давай отработаем Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей С нами Андрей И ты говоришь, здравствуйте Так, наверное, лучше, да? Это наше холодное брожение Да, холодное брожение Но сейчас можно тоже о нем сказать коротко Первое, что получаете на холодное брожение Это яркий, насыщенный вкус, аромат Изделий Потому что при холодном брожении у нас блокируется Ну, как бы, блокируется работа дрожжей А энзимы, ферменты, все те полезные вещества, которые есть в зерне Все эти ароматы, они начинают работать И они, да, активируются Нет, тут несколько, два варианта работы Первый вариант о том, что мы говорим Есть, допустим, шкаф на стойке Вернее, шкаф холодной ферментации от Repan В котором у нас тестовые заготовки Сразу готовые тестовые заготовки Закладываются в этот шкаф И уже там идет процесс поднятия температуры Незначительный, там плюс 7, плюс 8 градусов Идет увлажнение продукта То есть После того, как продукт расстоялся, он может уйти в сохранение То есть включается Понижается температура, допустим, до заданной, там, технологом Ну, как запрограммируется шкаф Так запрограммируется шкаф И все, и вы работаете Так по диаграмме идет Это вот готовые тестовые заготовки Вы приходите на работу В 8 утра Открываете этот шкаф Достаете И у вас там в одном шкафу Шкаф маленький, как холодильник домашний бытовый На 20 продвиней На 40 продвиней Ну, вот, допустим, я в Европе, где я смотрел Они не ставят по одному шкафу Они ставят по 3, по 4 шкафа стоит И одна маленькая конвекционная, ротационная, там, печка на 10, там, максимум на 5 Минимум, вернее, на 5 продвиней И пекарня полностью завалена продуктом И причем продукт горячий, свежий Это вот все благодаря тому, что вот такой вот оперативность дает шкаф холодного брожения Если все правильно рассчитать То вам вообще количество персонала сразу резко уменьшается То есть два человека, которые работают в течение дня Сегодня они работают на завтрашний день А продавец у вас на кассе стоит, выпекает то, что они сделали вчера И в результате получается у вас супер вкус, которого нет в соседней пекарне У вас всегда горячая, свежая выпечка То, что тоже в них всегда есть у соседей, которые вот напекли И у вас нет брака, нет отходов Не брак, а возвратов нет Ну, возврат какой на пекарне? Просто то, что не реализовали Ну, нет такого, что после семи скидка 50% на хлеб Лишь бы избавиться от хлеба, который выпекли в утром Да, то есть не рассчитали А тут просто та продукция, которая не была, значит, ненужной Да, она осталась в этом шкафу В этот шкаф может ее сохранять в течение 72 часов То есть по-любому за два дня, за три дня вы там это все продадите Я вещь по своей сути очень уникальна Это вот А второй момент, еще второй момент Есть другой процесс холодного брожения Там просто мы берем, тоже замешиваем тесто, складываем его в контейнере И выбраживаем в контейнере в течение 12 часов То есть тесто просто в холодильнике Да, контейнер ставится на контейнер И закатывается в холодильник И таким способом оно выбраживает Какого тебе стоит? Температура в зависимости от рецепта теста От плюс 2 градусов до плюс 7 градусов Ну, то есть среднемпературный холодильник обычно Да Под лотки, вернее, лотки рассчитаны под холодильник наоборот, да? Там лотки, там просто как идут Контейнеры Контейнеры, да Контейнеры с крышкой Специальные пищевые? Да, обычно пищевые контейнеры И крышечка сверху закрывается, чтобы она не обветрилась и все нормально Они друг на друга ставятся и повредят Да, мы получаем благодаря этому яркий насыщенный аромат, готовое тесто Вот единственный момент при такой технологии, конечно, лучше ставить всегда гидравлический делитель Гидравлический делитель, скинули туда тесто, он тут же моментом поделил Заранее отмеренно в этом же контейнере Да, 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 то есть они уже больше не меряют, не ловят этот вес И стоят по 20 минут, пытаются поймать тесто Он буквально это все делает за каких-то полминуты И жидкие эти стаи, устоят тесто на 5 Да, да, то есть у него уже все, вот в контейнерах Он когда вчера еще замешивал тесто, он в контейнеры тесто положил Он его промаркировал, то есть в этом контейнере, допустим, 10 килограмм Потом он берет эти 10 килограмм, скидывает в этот делитель, который делит на 24 части И получает у нас сколько там, 10 делит на 24? А да я тоже, блин, все, мозг испорченный Ну 20 кусков тогда поделили, вот получается 2, сколько у нас получается, по 500 грамм? По 500 грамм, ну допустим, да, по 20 кусков поделили, по 500 грамм получилась тестовая заготовка И на все это ушло буквально несколько секунд А если иначе, то получается, каждую тестовую заготовку надо еще поймать по весу А мы перезать нельзя Да, в общем, короче, хлопотно А вот, какой самый интересный момент Получается, делитель очень щадящий делит тесто То есть он его сдавил, придавил, разровнял по вот этой вот штучке А потом выдвинулись ножи И, ну, в этом ванне, как бы сказать В контейнер емкости, в этой емкости, да Она разровняла этот, а потом выдвинулись ножи И ножи разрезали эти тесто Крышечка поднялась, и тесто начинает выходить И оно с такого объемного, мягкое, пушистое тесто Его фактически можно сразу вложить на уход и начинать выпекать Ну, либо формовать изделие Это тоже очень имеет большое значение Потому что порой бывает так, что Если по нашей технологии мы должны сначала поделить Все эти кусочки в один кусочек собрать Три раза там еще добавить это тесто на весах Сколько времени на это уходит Потом, ладно, мы поймали этот вес Мы поделили кусок травмировал Мы его еще должны округлить, сформовать А после этого дать ему полежать Отдохнуть 15-20 минут И только после этого опять что-то с ним там формовать Ну, готовить И убирать в расстойку А здесь у нас после вот этого холодного брожения Тестовая заготовка фактически готова к выпечке Нам ее только надо аккуратно поделить И вот этот вот гидравлический делитель Он его аккуратненько Как мы, как мы, младшиша, отточили Аккуратненько Аккуратненько поделило тесто В нужные вам кусочки А после этого холодного брожения тесто Растаивать что-то сровить надо? Ну, там растаивать практически не приходится Там буквально 10-15 минут Фактически его даже Ну, ты же его немножко травмировал Ты пока тележку всю заполнил Оно у тебя уже фактически расстоялось Если ты работаешь ремесленной технологией Через подовую печь То пока ты начал загружать тот последний противень Который ты последнего делал Он уже хорошо поднялся и его отпустил Вообще, белое пшеничное тесто Лучше всего растойку делать через холодное брожение Оно тогда более ароматное Более вкусное Более насыщенное У него даже Само... Да, да Там